добрый день дорогие друзья пришло время нашему уроку сегодняшняя тема я вы знаете я ее выбрал исходя из того что мы в эту неделю в субботу будем читать две недельные главы тазрия и не цура они вот совмещены две недельные главы и вот что интересно вот когда мы читаем начинаем читать главу тазрия и говорил всевышний муж и говоря говори сынам израиля и и скажи им женщина которая забеременеет и и ради цена и так далее и раши тут же пишет нам комментарии он пишет что вот эта вот голова глава тазрия она идет сразу же после того как мы обсудили вторе все что касается животного мира и и вот теперь мы переходим к человеку вот так постепенно знаете вот как сотворение сначала было сотворено был за вот этот физический мир животные а потом уже человек в конце так и здесь книги в икра вот после того как предыдущая глава шмини мы заканчиваем под вопросами кошерности какие животные кошерны какие не кошерны что приспособлено для нас что не приспособлена вот заканчивается и тут же начинается история человека но естественно история человека для нас самое интересное так я надеюсь что все движется никого еще нет и никто не присоединился и мы не можем узнать действительно мы в эфире или нет но вроде когда вроде когда ну ладно и так вот исходя из комментарии араши вот эти главы тазрия и мецура как раз заводят разговор о человеке человек ну естественно вот именно это нас больше всего интересует то есть мы сами кто такой человек и и всего начинается вся история вот как родился человек вот родился у женщины мальчик девочка она находится в состоянии чистоты что она должна делать после этого и когда человек появляется на свет вот он появился на свет ну и что и что дальше и вот 13 глава 1 пасух 1 строчка начинается с того что всевышний обращается к муше и арону говоря человек когда будет на его коже какая-то припухлость видимо какое-то воспаление или еще какие-то вот в общем измене здесь очень непростые кожные болезни перечисляются что нужно сделать нужно обратиться к священнику коэну и далее начинается некий процесс то есть история человека вот появляются первые люди добрый день добрый день значит если вот будут какие-то погрешности я не знаю не видно не слышно вы мне как-то об этом сообщите или просто скажите вот хорошо видно и хорошо слышно то есть история человека начинается с того что рассказывается о том что человек будет болеть и причем сказано очень четко и ясно что человек когда у него на коже появится вот это вот неприятная история не сказано если появится нет никаких если она появится точно просто неизвестно когда но человек когда это появится он должен предпринимать вот эти усилия то есть все начинается с того что человек существо которое болеет болеет а что интересно если мы вспомним что она шим люди а нашим происходит от внука адама которого звали и нож а это внук то есть шет третий сын адама и евы и у них рождается сын и нож и от него начинается она шим а человечество то и нож от слова ануш 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 это смертельно больной человек то есть самая четкая ясная характеристика кто такой человек тот который болеет болезненный человек надо вам сказать что с болезнями у нас все и связано конечно мы всегда ведь что мы желаем друг другом здоровье на первое что мы желаем это здоровье причем в любом возрасте вот родился ребеночек и желаем чтобы он был здоров там юноша здоровье взрослые здоровье но уже пожилые тоже здоровье все время здоровье мы только с этого начинаем этим заканчиваем будь здоров даже когда выпиваем будем будь здоров то есть это наш пунктики мы видимо как-то так вот все время по я про это пытаемся говорить и тара тоже начинается того что вот человек если заболеет когда заболеет заболеет кожна он должен обратиться как ни странно не к врачу не к друзьям а к священнику и дальше священник предпринимает некие действия какие вот прочитайте в недельной главе и вот мы дальше говорим о том что и нож а нашим человечество от слова ануш смертельно больной и мы припоминаем кто нас первый болел в таре на самом деле таре потому что чек болеет первое о ком было сказано что он болеет это наш праотец яков когда яков приходит в египет вместе семидесятю душами спускается в египет к иосефу он там написано что вот он лежал на кровати и болел и об этом сказано и сэфу и сэфу он вещает и вот все наши болезни начинает с якова и медраж даже на даже говорит об этом что яков сам попросил чтобы вот он как-то болел чтобы он мог через болезнь подготовиться к переходу виной мир то есть вот выйти из одной двери в другую нужно чтобы подготовиться вот и болезни рассматривалась как подготовка как подготовка к этому но вот эти вот две недельные главы до тазрия и митсура очень много говорящие о проблемах кожных заболеваний и более того вот эти вот явления они не только на теле человеческой на теле человека могут быть но и на его одежде и даже на стенах его домов и и вот следующая глава митсура митсура переводится как проказа да и она начинается вот это вот учение о проказе и так далее и трактуется что про проказа связано именно с нашим дурным языком то что называется грех лошонра дурного языка и тому есть примеры вторее вы помните ведь когда вот мирьям сестра мужа и арона высказывается нелестно о своем братье муше в его отсутствие она тут же покрывается проказой вся и естественно устойчивое такое представление что вот эти вот кожные заболевания были даны как избавление от дурного языка того что мы называем грех дурного языка лошонра один из самых серьезных грехов поскольку очень сложно поддается какой-то коррекции поэтому люди на самом деле знающие очень опасаются этого 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 значит вроде все нормально все только здоровается и никто не пишет что не слышно так вот на самом-то деле ведь когда пора нам открывается по-настоящему когда мы начинаем перестаем понимать чем идет речь вот когда мы начинаем задавать вопросы тогда возникает некий диалог между мной книгой когда я читаю вот это все всю эту историю про поражение кожи и естественно ассоциативно вспоминаю что это идет речь дурном языке лошонра а вот я что-то вот ляпнул сказал у меня на коже сразу выскочили неприятные какие-то вещи вплоть до проказы и я обращаюсь не к врачу и обращаясь к священнику и священник меня изолирует от общества я где-то должен там сидеть неделю через неделю снова приходит ко мне естественно я все это так воспринимаю воспринимал до сегодняшнего дня но вдруг я вот себе задаю вопрос ну хорошо а что теперь люди вообще не злословят не говорят дурные вещи что теперь лошонра отсутствует нет конечно присутствует но а почему же теперь вот исчезли вот эти вот самые явления но есть у нас конечно какие-то кожные заболевания но мы говорим что не это не то не то это не так вот тогда в те времена когда существовал храм это вот было одно а сейчас кожные заболевания они не связаны но может быть напрямую не связаны поскольку мы обращаемся не к священнику хотя есть у нас каста священников мы обращаемся к врачам врачи нам всякие лекарства приписывают и мы вот каким-то образом по мере возможности лечимся вот у нас есть мертвое море которое тоже помогает очень всеми своими минералами лечить кожные болезни так что вот в тот момент да а вот а вот сейчас это вот не актуально не годится на и поэтому мне захотелось разобраться действительно ли вот то что вот учение о человеке начинает излагаться вот вот с этого момента с кожных болезней оно связано только с нашим дурным языком или может быть есть еще какие-то моменты какие-то этапы которые на самом деле здесь вот намекаются я вот попытался для себя как-то расширить этот круг этот круг и поглядеть какие-то другие комментарии посмотреть что как каким образом написано не выяснить для себя может быть вот в этом тексте есть еще что-то не только дурной язык еще какие-то вот есть намеки или какие-то ассоциации или тара нам о чем-то хочет сказать то есть вот как-то так поглубже проникнуть в этот текст но естественно ты когда хочешь это сделать ты обращаешься ко всякого рода комментарии это очень важно а смотрите первое к чему я обратился медраша есть такой метраж его икра раба то есть один из самых медраж раба это один из самых распространенных и очень полных медрашей которые есть на каждую книгу тары в том числе на ванного икра и я попытался посмотреть что в медраши говорят по поводу вот вот этой истории с кожными заболеваниями и вот что интересного я здесь нашел в в икра раба по существу это пятнадцатая глава пятна до пятна пороша пятнадцатая и и глава четвертая здесь сказано вот что очень интересно когда услышал исраэль народ вот эту вот главу про поражение на кожах на коже он очень испугался народ и и тогда сказал им маше не бойтесь потому что все что вот это вот сказано это сказано не для вас и не о вас это сказано о народах мира но вы будете есть пить и веселиться вот такой странный медраж я вам тут перевел с листика может быть не очень внятно было ну смысл понятие да что когда вот муше стал им излагать сразу с кожных болезней все очень испугались и он их успокоил и сказал не бойтесь это не про вас не про вас а это про другие народы а вы будете пить есть и веселиться когда ты читаешь прочитываешь вот лично я присал такой медраж естественно тут же возникают следующие вопросы но если это не про нас и не для нас зачем это говорится нам знаете это как вот вот та история когда учителя ругает школе детей которые присутствуют за 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 что за тех кого кого нет в этом классе то есть нас то за что ругать мы же здесь так и здесь зачем всевышний ему сообщать нам об этих болезнях если это относится к другим народам а мы оказывается будем есть пить и веселиться замечать это первого который у меня возникает потом что вопрос ну ладно кожные болезни которые возникают других народов по какой-то причине не знаю уж по какой а почему вот мы будем есть пить и веселиться то есть мы будем по в полном порядке у нас не будут кожных болезней и мы сразу загуляем тоже непонятно вот эта ассация есть пить и веселиться второй вопрос понятно и тут мне повезло я нашел другой комментарий такой был раф харлап он жил в иерусалиме в начале 20 века и вот в комментариях к этой главе он пишет вот очень интересную вещь он следующее вот так же как основание всех оттенков и и цветов находятся в семи цветах вот в цветах спектра да вот эти вот семь основных цветов они создают все остальные цветовые оттенки вот так же корень всех болезней находится в десяти казнях египетских которые всевышний не спослал на египтян корень всех болезней казнях египетских ну вот недавно мы праздновали праздник пейсах мы читали пасхальную году мы вспоминали вот эти десять казни которые всевышний обрушил на на египет на египтян но и мы понимаем и мы там читаем пасхальная воде что да действительно вот на них эти казни были обрушены а вот евреи хотя они жили среди египтян не испытывали никакой неприятности вот от всех этих десяти казней то есть вот вроде бы как вот если источник всех болезней в десяти казнях египтяне болели мы не болели не болели хотя мы находились вот где-то рядышком более того я вспомнил что в книге шмот когда вот мы мы вот исход исход я даже вам вам выписал это вот книга шмот глава 15 пасук 26 стих 26 если вы там посмотрите там четко и ясно сказано что всевышний обращаясь перед исходом к евреям говорит что что если мы будем ходить по его путям будем вести себя достойно ну прямо честно и прочее то он избавит нас от всех тех болезней которые были не спосланы на египтян да то что говорит сейчас вот раф харлап что все источник всех болезней десяти ударах в десяти казнях и что если мы будем себя вести достойно будем следовать путям всевышнего его указанием выполнять заповеди то тогда значит вот эти вот болезни он на нас не пошлет это вот тоже вот сочетается с этим замечательно значит вот я уловил что в казнях египетских корень всех болезней и что если народ израильский будет вести себя достойно ходить путем всевышнего выполнять все заповеди он не будет страдать от этих болезней не будет вот как вот в египте не страдал так и в дальнейшем не будет страдать замечательно более того даже подтверждение вспомнил что есть псалм 32 там сказано что именно нечестивцу 32 псалм по-моему 10 пасук именно нечестивцу приготовлено приготовлены все болячки именно нечестивцу а вот если тот который уповает человек если он уповает на всевышнего то он испытывает только милость всевышнего больше ничего по моему там так написано то есть опять-таки подтверждение того что твое поведение она определяет степень твоего физического здоровья вот я все это вместе собираю и свожу все таки единому и говорю а значит если я в египте был защищен всевышним они болели я нет и далее когда меня вот из египта мне обещают что если я буду выполнять то что мне велено на меня не будут послан вот эти казни болезни замечательно что я если я не буду нечестивым я не буду болеть все это на самом деле складывается с тем что вот здесь всевышний говорит что в самом начале что я если у меня что-то не дай бог появится она появится точно я должен идти к священнику потому что со всеми духовными проблемами ну куда идти ну конечно вот к священникам да они как истинные представители или посредники между человеками всевышним хотя в иудаизме с посредничеством дело не так уж просто обстоит но священники есть до сегодняшнего дня они же есть они же не девались хотя они там не служат храме храме нет но священники то есть то есть все вроде как укладывается не укладывается только одно если это как говорит медраж раба вот эти вот все болячки относятся к другим народам зачем муше это говорит нам зачем нам знать об этом но ведь не другие народы израиль израиль испугался от того что муше начал излагать ему все эти тонкости медицинские и муше успокоил сказал не бойтесь этот другим вы будете пить есть и веселиться пить есть и веселиться перед тем как муше поднимается на гору синай было еще несколько восхождений туда и одно из восхождений описывается вот здесь книги шмот и там сказано что поднимается муше арон надав я вигу старшие сыновья арона и 70 старцев это по моему где-то да тоже книга книга шмот шмот я даже здесь где-то выписал в какой в какой момент это есть и дедов книги шмот да да уже когда мы уже на горе синай у горы синай находимся перед тем как он взойдет туда и там сказано что они узрев бога то есть прямо перед всевышним а они садятся и написано и ели и пили ели пили и узрели всевышний ели и пили уже тогда меня так удивило почему они поднялись на гору где вот все чудесное что сапфиры и прочее и божественное присутствие и чем они занимаются они сели есть и пить но история есть и пить повторяется еще в грехе золотого тельца когда мы изготовили золотого тельца и принесли жертвы богу на следующий день написано что и сели они есть и пить и сильно-сильно развеселились даже в разгул ушли начали лицах и не знаю либо смеяться громко или еще что-то делать неприличные разные траховки есть тоже есть и пить значит 70 старцев присутствие всевышнего на горе синай ели и пили народ израильский изготовивший золотого тельца тоже вот как-то так ел и пил и веселился и здесь в мидраше сказано что они будут болеть а вы будете есть пить и веселиться хороший момент значит почему нам это сказано и почему мы будем есть пить и веселиться в тот момент когда они будут болеть и вот мне захотелось ответить на этот вопрос конечно же то что я вам говорю это ну какие-то мои предположения версии мои естественно это мои размышления на эту тему и это вопрос который может дискутироваться может обсуждаться может принообразом подвергаться кому-то сомнению это просто размышления мои размышления на эту тему значит то что это сказано нам мне это указывает на то что видимо не только народы мира должны это знать но и мы почему сказано в тексте что в тексте мидроша что когда израиль услышал израиль израиль как народ в единственном числе израиль услышал это от муше он испугался и муше сказал не бойтесь это другим народом есть некое противопоставление вот есть израиль есть другие народы также как и мы говорим что есть египет митраем и есть израиль оппозиция и мы говорим что да это некая такая метафора митраем это материальный мир и израиль это выход из материального мира в сторону духовного мира так и здесь есть другие народы и есть израиль тоже некое противопоставление но другие народы подвергаются болячкам а и израиль нет значит чтобы мне не заболеть и не получить казни израиля мне нужно быть тем что называется израиль но если мне говорят что у меня это будет то значит в какой-то момент я перестаю быть израиль потому что израиль это не имеет это имеет только другие народы значит у меня есть возможности потенция перестать быть израилем это логично потому что когда я нахожусь в митраеме под защитой всевышнего всевышний меня оберегает а если бы вот я вот находился в митраеме вот как яков он спустился да он же болел там да и хотя он уже было израиль он лично хотя он может быть попросил эту болезнь но если я спустился в митраем и меня в египет и меня всевышний не оберегает не защищает я ведь получу то же самое да получу как и все то есть я находю нахожусь митраеме но состояние израиля я не достиг я поэтому нахожу состояние митраем я это получаю теперь я вышел из митраем или меня вывели и мне всевышний говорит вот если ты это состояние израиль будешь сохранять то избавишься от всего этого я не наведу на тебя вот эти вот болячки египетские а если я наведу на тебя эти болячки это значит так что ты уже не можешь удерживать состояние израиль ты возвращаешься в состоянии митраем для себя я говорю так что мы уходим в голод мы уходим в изгнании потому что если я ухожу из состояния израиль и попадаю состояние митраем я ухожу в изгнании и вот в изгнании я все эти болячки иметь могу могу и всевышний тут же не и говорит когда то есть он точно знает что я уйду в изгнании и достаточно долгое знание он говорит что ты эти болячки будешь иметь сто процентов и когда эти болячки у тебя появится на коже знай что у тебя есть проблема тебя есть проблема не с физическим здоровьем почему потому что тот же раш раф харлоп говорит следующую интересную вещь что когда вот дальше он говорит что муше еще говорит народу так что у вас эти проказы проявятся на уровне кожи а у других народов они уйдут в глубь вплоть и они поразят саму плоть у тебя только на поверхности и действительно когда призывается священник ведь он что смотрит проникла ли это опухоль вот это вот зараза глубже кожи она смотрит на 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 волосок там он если волосок посидел то есть тогда корень волоска значит уже ущербен какое-то повреждение есть днем и зараза ушла вовнутрь вплоть то есть если я нахожусь состоянии израэль и даже ушел в голод но держу это состояние еще израэль и могу себе держать там замк то какое-то время то конечно же уже то что я в галуте может создать условие что кожа моя покроется воспаление но глубже не уйдет и это для меня будет знаком того что я ухожу из состояния израэль мне нужно срочно возвращаться и что делается призывается священник который по ну каста он по праву рождения относится к уже к израэль и еврей еще должен достичь этого состояния израэль а он уже получил эту душу священника по наследству и он меня отчуждает от общества я должен уйти и жить один вот когда я живу один видимо вот вот это вот одиночество подвигает меня к размышлениям о том кто я такой что это потому что действительно карачек становится человека один и начинает он естественно начинает сам собой разговаривать за все какие-то вопросы вспоминать отвечать он волей-неволей чему-то приходит он что-то себе говорит и вот этот священник меня удаляет на неделю неделя вы же понимаете это вот как раз вот 7 дней материальность число 7 материальность я могу прийти каким-то выводом каким-то ощущением что действительно я от чего-то ухожу каких-то ценностей моих народных ценностей я ухожу и это вдруг меня излечивает или тенденция излечения возникает и тогда вот меня начинают возвращать обратно то есть я вижу всю эту историю которая здесь описана не просто как намек на дурную речь которая является причиной возникновения кожных заболеваний нет это гораздо глубже это истории того что я как исраэль я могу утратить вот это качество что она приобретается мною и какими-то духовными усилиями и в принципе смотрите ведь гиурда каждый человек на земле может встать на этот путь и прийти в состоянии исраэль не каждый может стать евреем понятно но евреи тара тут что-то родился евреем но исраэль это немножко другое это тот духовный путь по которому может идти практически каждый человек она только он требует усилий открывать для себя всевышнего и служить ему и вот это вот состояние исраэль она но если мною достигнута она не постоянно но может оставить меня я могу уйти из состояния исраэль вернуться в состоянии митраем я это должен понимать и тогда возникает голод изгнание и тогда возникает проблема сначала на поверхности кожи а потом они уходят вглубь они уходят в плоть но если я остаюсь в состоянии исраэль то тогда главные параметры жизни питье и еда это главные параметры жизни ведь когда человек ест и пьет это символ того или знак того что он существует перестаньте пить и есть и просто физически умрете и питье и еда могут привести меня к разным последствиям в случае с грехом золотого тельца к наказанию или случае нахождения на горе синай к узрению бога и вот сказано пить есть и веселиться то есть мое физическое состояние приводит меня к веселью имеется ввиду скорее всего веселье духовного характера от того что я узрел божественное присутствие как на горе синай тогда я понимаю о чем муше говорил людям вот мидраше у них будет болезнь а вы будете пить есть и веселиться то есть вы будете жить физической жизнью и при этом ощущать присутствие всевышнего то есть вы будете поднимать физическими собственно в этом ваша задача таким образом резюмируя все что я сегодня сказал я подведу итог о чем мы говорили о том что когда речь от животного мира переходит в таре и его игра к миру человека тара видимо желает акцентировать на самом главном что есть в человеке и самое главное что есть человеке от действительно его физическое состояние потому что если физическое состояние плохое то и дух наш начинается терпеть некую ущербность хотя масса других примеров не важно значит здоровье наше здоровье самое важное и всевышний нам говорит что истоки всех болезней находятся в митраеме и когда мы там находились мы это не получали только потому что всевышний за защищал и пока мы исраэль мы не будем испытывать этих болячек но если мы не исраэль если мы не находимся в этом состоянии то действительно болячки начнут появляться но сначала они будут появляться на коже у нас а потом погружаться в нашу плоть и разрушать нашу плоть и тогда вся вся физическая жизнь наша никакого удовольствия и радости ни физической ни духовной нам не принесет если же мы будем сохранять вот это состояние исраэль то есть эти путями всевышнего выполнять его заповеди искать его эти его дорогами то тогда вот это вот пить есть и веселиться это то что мы получим с вами в награду вот примерно об этом я хотел с вами поговорить вернее просто поделиться своими размышлениями о том что иногда то что вот непрерывно говорится поражение кожи связано с лошонра наверно с дурным языком наверное это связано но мне подумалось что не только с этим и вот я пришел к тому что я пришел и тому что вам рассказал вот сегодня не знаю сколько это внятно получилось ну вот как получилось так оно и получилось я прочитаю может быть какие то вопросы есть